Что представляет о себе чеченская оппозиция? Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Оппозиция должна иметь радикальную программу, свою общественно-политическую структуру, зарегистрированную, деятельность, которая признана в правовом отношении, принята, признана в своей структуре, в подходах, ничего подобного нет. Россия собирает всех банк-группировки преступников России, их называют кличками оппозиционер, вооружают их до зубов, платят им огромные деньги, отпускают на это несмертные средства, просто немыслимые даже нормального человека воображения. Танки, БТР, самолеты, грады, смерчи, ураганы, уголовщины, подготовка их за пределами республики на территории России, на специальных базах, военные специалисты России, спецслужбы России. И для примешки нескольких уголовников из чеченской национальности, и это называется весь винегрет оппозиции. Оппозиция по-российски, а по сути дела русизм. Обыкновенный русизм, страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеческо-ниновидческих идеологий, возведенный в пыщий ран государственной политики России. Русизм, страшнее фашизма. Когда фашизм пошел по Европе и миру, и наступил на хвост России, она первая заголосила, спасайте весь мир. И весь мир пришел на помощь в борьбе с фашизмом, и сами немцы пришли. И сами немцы отвергли первыми. Фашизм и весь мир отверг эту чуму. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы, сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России, она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы где сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили и уничтожили полностью это образование. Далее пошли Абхазию, вычленили из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном, а по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская термия. Южную Осетию вычленили, уничтожили. Северную Осетию, Ингушетию, вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленивать самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на чтне. 250 тысяч войск вооружения. 5600 единиц только бронетехники на территории Украины. Неслыханное количество в истории против горских людей и против территории, по которой на карте ищут микроскоп, набросились, успокоив мировую общественность, сделав заявление из уст президента России, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И когда под Новый год, под Новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое смешали и сделали миссиво кровавое. И от этой политики не собирается отходить. Не собирается отходить. Вот что такое Россия. Если мир, заявляю ответственно, всем миром не остановят эту чему, или не сделают Россию правовой, по крайней мере, вашей демократии там никогда не будет и не было, хотя бы в правовом отношении не соблюдали нормы международного права, миру подлежит тяжелейшие потрясения. Тяжкие потрясения. До сих пор Россия бряцала танками, армадами войск, а теперь, когда и это сказалось пустой картой, человека нет. У России нет солдата. И не будет теперь. А у них есть chercher они болезни. Перейдите. Создание. Мнеatro.